здравствуйте дорогие друзья мы сегодня в гостях у очень увлеченного садовода у которого все в руках и горит и все получается растет наверное лучше чем у всех других в округе и вот сейчас у нас будет разговор о землянике мы уже показывали плантацию здесь выращивается и для себя и на продажу ремонтантные сорта да но здесь есть и обычные как говорится летние да то есть они крупнее они более такие плотные весомые но зато вот они не плодоносят осенью да и вот такая замечательная земляника здесь вот первого дачки это первый год осенью до в октябре посажены и вот я заметила здесь один кустик вот надо сказать что на всей вот этой плантации действительно вот один еще там один маленький я увидел то есть это вот заболевание только только началось вот видите вот такая картина то есть при вроде бы благоприятных условиях начинает вянуть весь куст и достаточно быстро вы стручу то есть вот три дня и да и он все уже виду вот это заболевание которое связано с корнями это так называемые корневые гнили название несколько существует и возбудители разные но очень похожие симптомы и вот против протекание этой болезни то есть сначала листочки вянут они зеленые но вялые лежат как тряпочки потом они становятся коричневые весь куст усыхает и все уже растение ничем не отлить ничего ничего не помогает вот есть вертицелезные увядания есть пузыриозные увядания но грипп возбудитель живет почве и дорогие друзья сейчас мы вам покажем как нужно поступать вот такими растениями не жалеть их и не стараться их выходить да то есть лучше размножить из усов новые какие-то сделать кустики вот смотрите поскольку здесь распространяется с почвой то мы взяли ведро и сейчас вот этот выкопанный куст мы положим сразу в ведро чтобы не растаскивать вот эту вот заразу вот так мы его сюда положили грунт уже немножечко здесь подрезать да тоже вынуть ну и самое главное нужно тоже провести обеззараживание почвы вот в этом месте до инструмент тоже мы сюда пока и потом мы его как-то будем дезинфицировать так и вот смотрите в качестве профилактики можно биологическими препаратами проходить по всем кустикам потому что здесь вот у вас экологические такие чистые ягодки вы ничем не опрыскиваете ничем не пользуетесь потому что для продажи там и детки будут и сами да да поэтому вот можно проливать именно биологическими препаратами это трихоцин это глиокладин на основе гриба триходерма они именно в почве хорошо действуют и подавляет вот возбудители таких заболеваний надо не дожидаться появления вот этих симптомов то есть никакого видания у вас быть не должно вы просто почву проливаете по здоровым кустам тогда они у вас точно не заболеет вот сейчас уже мы берем для дезинфекции вот такое вот средство это всем известный медный купорос можно препарат максим витарос брать ну и какие-то вот фунгицидные препараты фундазол тоже подходит то есть вот эту луночку на то бродит будет хорошенечко пролить внимательно тоже вы пройдитесь посмотрите во всем своим кустиком нет ли вот таких вот заболевших если только-только начинается увядание можно попробовать вот этим трихоцином вылечить вот то есть прям в корень туда льете этот трихоцин и повторной обработки тоже делать если вам жалко если у вас мало какой-то рассада хорошего сорта то можно попытаться спасти но лучше вот как у здесь на этих плантациях такое количество посадочного материала лучше не жалеть а лучше удалить вот ну и дорогие друзья вот здесь конечно фантастическое зрелище такие ягоды удается справляться вот с такими болезнями даже без обработок если правильно соблюдать агротехнику до предыдущем ролике нам рассказывал хозяин о том как он ухаживает за своей земляникой и вот этот спанбонд тоже помогает очень да да и вот эти вот посадочки молодые смотрите они годовалые а уже плодоносит на голову да еще первый сезон заходите на наш канал вас еще порадуем чем-то более интересным